Нашего четырехлапого героя зовут Тина. Его история началась два года назад. В лесах штата Вашингтон была найдена черная немецкая овчарка. Вероятно, ее бросили хозяева. Собака была беременной и измученной долгими скитаниями. Животное попало в приют у селе Сбай и Санстуары, основанный Джимом Брэнсоном. Уже на следующий день собачка родила щенка. Да-да, всего лишь одного единственного малыша. Детеныш был крошечным и весил меньше положенного. Сотрудники приюта назвали Кроху Бурита, а потом переименовали в Тина. Когда малыш стал подрастать, основатель приюта посоветовал сделать из него собаку-спасателя. Было очевидно, что щенок очень умен. Идея оказалась удачной. На тренировках питомец доказал, что эта работа как раз для него. Тина обучался 16 месяцев, а потом его приняли в отряд Тхрея Ретриверс Лост Пет Рескью, который специализируется на поиске и спасении пропавших животных. И недавно уникальный пес сумел проявить себя как настоящий герой. В отряд поступил сигнал о том, что где-то на природе во время конной прогулки потерялся пес. Перенейская горная собака по имени Папья была уже не молода, ей исполнилось 11 лет. В начале поиском пропавшего животного занимались волонтеры, но они не нашли потеряшку и обратились в поисковый отряд. И тут за дело взялся Джим Брэнсон и Тина. Вместе с ними на поиски питомца отправился владелец Папи. Уже через полтора часа мужчина сумел отыскать местность, где видел любимицу в последний раз. Затем Тина дали понюхать игрушку Папи, и пес тут же взял след. Пес искал животное около часа. Он пробирался через кусты и деревья, а вскоре приблизился к болоту. Затем Тина бросился прямо в грязь и начал громко лаять. Джим и владелец Папи увидели, как в грязи кто-то барахтается. Конечно, это была пропавшая собака. Оказалось, что она увязла в болотистой местности и не могла выбраться. Чтобы вытащить бедняжку, пришлось воспользоваться ремнями и обвязать их вокруг туловища собаки. Люди подкладывали ветки и бревнышки под лапы животному, чтобы было легче его освободить. Совсем скоро Папия оказалась на свободе. Правда, бедняжка так устала, что уже не могла стоять, и пришлось везти ее домой в прицепе. А Тина явно был доволен собой и своим поступком. Он с сияющей мордочкой выслушивал комплименты и похвалу. Субтитры создавал DimaTorzok